здравствуйте уважаемые любители и ценители искусства на сегодняшнем уроке мы научимся методом держать кобыс вначале наши предки играли в кобыс на сидя на земле скрестив ноги при сидении скрестив ноги дно кобыса располагалось на земле или на лодыжке иногда ставили обе ноги под колени и держали их коленями позже стали сидеть чуть выше садились на стул исследуя традиции ставили кобыс на коленях и играли этот метод все еще существует в кыргызском каракалпакском народах у казахов кобыс держался между двумя коленями то есть фиксировали коленями при удерживании кобыса таким образом нужно обратить внимание на ноги левая ступня выходит вперед наша правая нога двигается немного назад открывая пространство между ногами мы сжимаем инструмент коленями традиционным методом держания кобыса мы называем держать его подальше от груди существует еще один тип этого метода то есть упирая в висок современные кабызисты опирают на лица например наш дедушка кабызи сдавлет махтабаев выучил кобыс спека и класса до коневича он привел пример нашего дедуша и класс игры на кабызе в наше время следующих уроках мы поговорим о куе мы называем вертикальные ки коричневый ки при исполнении вертикальных ки выполняемых верхнем положении уши кабызы были так прижаты к виску и теперь играли коричневые ки в первой позиции удерживая их от груди многие современные кабызисты поддерживают свой кабыз челюстью это предотвращает движение инструмента туда-сюда во время процесса игры ки а фиксируя устройство он позволяет левой руке свободно перемещаться вдоль щека развитию метода игры на кабызе в значительной степени способствовало это метод игра держа голову кабызе поставив на груди как вы видите мои руки свободны они они очень свободны то есть нет необходимости держать копыз большим пальцем левой руки я наши руки свободны двигается независимо от того как мы играем не важно что мы играем есть много возможностей первый класс копыз был открыт в казахской национальной консерватории имени курман газы с шестьдесят пятого шестьдесят шесть в годов когда инструмент кабыз начал преподаваться как специальность в то время обсуждались вопросы держания кабызе развития кабызе и его конечно же совершенствование были обсуждали этот метод был введен с тех пор другой тип держать кабызе современная форма это играть стоя то есть с одной стороны наши коллеги чтобы продвигать кабызе чтобы свободно передвигаться по сцене иногда танцует вы можете это увидеть в видео для комфорта передвижение играют на копыз на сцене они делают специальную корзину для этого он ложится инструмента в корзину то есть дом называется некоторые надевают крючки на шанак инструмента и вешают их на ремень вот и все друзья сегодняшний урок то есть третий урок о том как играть в кобы закончен на следующем уроке поговорим о постановке правой и левой руки обязательно повторяйте уроки до свидания в следующем уроке